Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Людмила Сорокина, председатель ассоциации организаторов здравоохранения Рязанской области, главный врач клинической больницы имени Симашко. Людмила Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот ассоциация существует уже около 8 лет, в ней состоят более 100 участников. Какие задачи на данный момент решает ассоциация? Справедливости ради надо сказать, что ассоциация организаторов здравоохранения существует около 20 лет. У ее истока стоял председатель ассоциации Николай Савельевич Барсук, возглавлявший 11 больницу. А в 2008 году, когда формировалась стратегия развития здравоохранения до 2020 года, органам самоуправления в медицинских организациях был отдан приоритет. И поэтому работавшие тогда Татьяна Николаевна Панфилова, зампредседателя правительства, и Лариса Николаевна Тюрина, министра здравоохранения, они были инициаторами возобновления активности работы этой общественной организации. И вот в 2008 году эта организация прошла перерегистрацию и стала называться «Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области». Но ассоциация чем занимается? Прежде всего, это поддержанием профессиональной репутации своих членов. Это создание экономических условий для работы своих членов путем участия в законотворчестве, как на региональном, так и на федеральном уровне. Это решением вопроса профессиональной подготовки кадров. И это установлением этических норм и правил. Часто говорят, что улучшение здоровья населения – это работа не только медицинских работников, но и еще и власти наши, и органов самоуправления, образования. Какую роль в этом межведовственном взаимодействии играет ассоциация? Вы знаете, сейчас этому вопросу не то, что роли ассоциации во взаимодействии, а вообще взаимодействию органов здравоохранения. Ассоциация от органов здравоохранения неотделима просто. С местной властью уделяется очень большое внимание. И сейчас это уже не разговоры, а по инициативе нашего губернатора Олега Ивановича Ковалева проведено пять крупных совещаний в межрайонных центрах, на которых присутствовали как медицинская общественность, так и представители исполнительной власти. Дело в том, что некоторые показатели являются индикаторами работы не только системы здравоохранения, но и системы власти. Например, смертность и рождаемость. Здесь нельзя все возложить только на здравоохранение или только на власть. Здесь мы должны вместе идти и решать эти проблемы. Вот, кстати, что касается районов. У нас в области много удаленных достаточно областей, где, наверное, не очень хорошо дела в связи с медицинской помощью. Что такое автопоезд с заботой здоровья? И, насколько я знаю, он вновь должен покатиться. Автопоезд уже третий раз возобновит свое путешествие по Рязанскому региону. И это уже стало отработанным таким механизмом. Он формируется в начале года. Определяют специалисты лечебных учреждений, кто будет участвовать в работе. Создание автопоезда было очень правильным решением. Потому что специалисты высокого класса приезжают непосредственно к больному. Не пациент идет к больному, а врач идет к больному. Из отдаленных районов иногда трудно добраться очень. И по состоянию здоровья, и по недостаточному финансовому положению наших жителей. Поэтому, когда мы приезжаем туда, мы видим, с какой охотой нас ждут, с каким желанием идут. И это, как правило, не акция одноразовая, а это планомерная работа. Летом это, естественно, интенсивнее. Зимой это, в зависимости от доступности районов, конечно, более реже выезжает автопоезд. И кардиолог, и врач ультразвуковой диагностики, и онколог, и гинеколог, офтальмолог, лор-врач, то есть все узкие специалисты, невролог, которым очень тяжело попасть, приезжают непосредственно к больному. Клиническая больница имени Симашко уже старейшее медицинское учреждение в нашем городе. Существует более 200 лет. Какие медицинские услуги сейчас здесь оказываются? И какова лечебно-диагностическая база больницы? Расскажите, пожалуйста. В больнице Симашко действительно старейшая история уходит далеко, нам более 200 лет. Сейчас это современное клиническое учреждение. На нашей базе расположен центр микрохирургии глаза, состоящий из трех отделений. Лор-центр областной, областной центр инфекционных болезней, детское неврологическое отделение, которое занимается реабилитацией больных с неврологической патологией, и лечением в дневном стационаре. То есть мы многопрофильные. На нашей базе три кафедры работают. Кафедра повышения квалификации терапевтов, кафедра лоры глазных болезней и кафедра инфекционных болезней. Мы очень тесно сотрудничаем с университетом. И практически мы неотделимы. Мы живем как одна семья. У нас нет университетского и нет больничного. Мы пользуемся и оборудованием, и площадями совместно. Больница очень хорошо комплектована. По модернизации мы получили почти на 30 миллионов медицинского оборудования. У нас есть все необходимое оборудование, которое необходимо для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Центр офтальмологических болезней, центр микрохирургии, он котируется на уровне московских офтальмологических центров. Практически мы выполняем все те же операции по высоким технологиям, что и в центральных клиниках. 21 июня отмечается День медицинского работника. Поздравляю вас, Людмила Юрьевна, с этим замечательным праздником. Может быть, вы тоже хотите чего-нибудь коллегам с вами пожелать. С удовольствием. Вот я в камеру. Дорогие коллеги, от всей души я поздравляю вас с праздником Днем медицинского работника. Вы выбрали очень важную и нужную и лучшую профессию. Здоровье, без чего невозможна благополучная и счастливая жизнь. Поэтому вы всегда будете востребованы и уважаемы. Новое время ставит новые задачи. И я уверена, что мы с вами вместе все эти задачи успешно выполним. Я желаю вам благополучия в семьях. Я желаю, чтобы был мир и стабильность в нашем обществе. Чтобы вы могли свой профессионализм, свой талант, свое умение применять более доступно и качественно для населения. Я желаю, прежде всего, чтобы вы были сами здоровы и обязательно счастливы. Спасибо вам, Людмила Юрьевна. Еще раз с праздником. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Людмила Сорокина. Председатель Ассоциации организаторов здравоохранения Рязанской области. Главный врач клинической больницы имени Семашко. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»